Новая крыша и уже протекает. Как такое возможно, не понаслышке, знают жители дома 80 по улице Гражданской в Чебоксарах. Их проблемы начались сразу по окончании капитального ремонта. Мягкая кровля стала впитывать влагу, как губка, и пошла пузырями. Ни подрядчик, ни управляющая компания не торопятся устранять недоделки. Татьяна Трофимова попыталась разобраться, куда на самом деле ушли деньги и как долго людям отправлять влажные письма. Вот они. Их же вот видно. Вот это рванье. Его же видно. Как будто стреляли во время войны. Вот она. Слышно, наверное, как щелкает. Не приклеилось. Пузыри. Сколько воды накопилось под кровлей, можно понять по этим кадрам. Покрытие идет волной. После дождя влаги становится еще больше. Между прочим, ремонт был всего год назад. Работы выполняла строительная компания «Энки». В течение пяти лет устранять недостатки по гарантии она и должна. Должна, но, похоже, не обязана. Ну, спустя месяц вот обнаружились данные недостатки. Вздутие, порезы, вода гуляет, журчит. У нас вообще проблема пятый этаж – это балкон. Балкон. И вот сейчас уже дожди пошли, и сразу балкон течет. Вот я сегодня только подрядчик отправила опять фотографию. Текущий балкон – не единственный бонус капремонта. Козырьки над вентиляционными трубами держатся на честном слове. При сильном ветре они раскачиваются, грохочут и готовы в любую секунду упасть на головы. Очень плохо закреплены вот козырьки наверху. Вот эти металлические. Как ветер сильный. Дождик сильный, ветер. Ужасный грохот стоит. Вот уже, ну, целый год. Гарантийный срок не вышел. А у нас уже все гремит, уже все держится кое-как. Между тем, программа капитального ремонта в Чувашии работает 7 лет. Схема проста. Жители ежемесячно пласят региональному оператору. Деньги падают, что называется, в общий котел. Дома, требующие ремонта, попадают в специальный список. В них и проводят работы, согласно очереди. При всей понятности и прозрачности схемы, открытым остается вопрос. Почему после ремонта люди вынуждены жить в сырых квартирах, обшарпанных подъездах, без горячей воды и ходить под обваливающимися балконами? До конца года в Чувашии запланирован капитальный ремонт в 210 многоквартирных домах. Там проживают 30 тысяч человек. На это предусмотрено более миллиарда рублей из республиканского фонда капремонта. Только этих денег может не хватить. Цены на стройматериалы спутали все планы. Значительный рост цен по отношению к декабрю 2020 года, который составляет от полутора до двух с половиной раз, в том числе на древесные и металлоизделия, привел к отсутствию участников на торгах по капитальным ремонту, общему уничтожному и квартирных домах. А также отказу подрядных организаций от выполнения работ по уже заключенным договорам. Сейчас готовится постановление правительства страны, которое разрешит региональным операторам увеличивать стоимость уже заключенного договора на 25%. Эта мера должна помочь избежать проволочек и срыва графиков. При этом число неплательщиков в регионе ежегодно растет. Текущая задолженность – 675 миллионов рублей. Взыскивать эти деньги будут в индивидуальном порядке. У меня предложение начать с анализа структуры этой задолженности. То есть вообще система сбора. Потому что наверняка там есть как бы текущая задолженность, есть там временные какие-то трудности у людей возникают, где можно давать там реструктуризацию на 3-6 месяцев, как угодно работать с людьми. А есть злостные. Со злостными, да, надо судиться и так далее, которые просто в наглую не платят. А я подозреваю, что не все-то они там злостные на 675 миллионов. А это у нас практически 60% годовой программы эта сумма уже составляет. Итоги реализации программы капитального ремонта 2021 подведут только к Новому году. В правительстве страны разрабатывают проект реформы всей отрасли. Татьяна Трофимова, Нелли Юрьевичус, Георгий Кривошейн, Андрей Шоклев, Республика.